большой скандал очередной сейчас развивается в связи с расследованием фонда борьбы с коррупцией алексея навального об имуществе родственников прокурора москвы дениса попова там комментарии из кремля песков прокомментировал уже это расследование но суть состоит в том что попов владеет имуществом более чем на три с половиной миллиона евро это такие технические подробности но я хотела бы вас спросить как у человека который представляет организацию которая призывает к транспарентности всего о том насколько вообще на ваш взгляд расследование затрагивают умы и сердца большого количества россиян небольшого количества россиян и как вообще вот эти проводимые расследования влияют на ситуацию с этой вот коррупционной составляющей в российском пути да спасибо юля я хотела бы наверное более широком контексте эту тему осветить и не только конкретно про это исследование вообще действительно о том меняется ли что-то после проведения исследования потому что действительно есть такой эффект когда выходит какое-то расследование его начинают обсуждать активно в общем есть такой информационный шум но по факту ничего не меняется может быть ситуация когда и власти не реагируют возможно что люди тоже относятся к этому с большим подозрением и только какая-то определенная часть так называемые сторонники алексея навального да или других расследователей они могут положительно воспринять вот эти вот новости но я бы хотел обратить внимание что на региональном уровне например россии сейчас есть существенные изменения и если мы видим такие сильные команды как например наша команда из transparency international в калининграде коллеги делают очень большую работу в течение года например им удалось порядка 80 случаев выявить нарушений в результате их расследований и так как эта информация передавалась прокуратуру либо в антимонопольные органы действительно была реакция та которую мы ждали либо в отставку уходили чиновники достаточно высокого уровня там уровня заместители руководителя региона или руководители министерств региональных они были обвинены в конфликте интересов до в нарушении порядка декларирования своей недвижимости и это стало действительно предметом для расследования уже официального и привело к отставкам также меняется я бы сказала сам фон да и само отношение чиновников если они видят что есть кто-то кто контролирует их деятельности кто может действительно показать эти нарушения они не будут чувствовать себя настолько вольготно как было до этого да если мы сравним ситуацию сейчас и ситуацию которая была 20 лет назад когда не было никаких практически антикоррупционных инструментов то это ситуация существенно изменилась или вот другой пример буквально недавно наши коллеги из санкт-петербургской команды transparency international изучали как вообще устроен бизнес в тюрьмах потому что весь тюрьмы участвуют в закупках очень активно и иногда так получается что какие-то товары закупаются по более высокой цене либо они закупаются у конкретных фирм очень часто без конкурса поскольку унитарные предприятия такие как тюрьмы они обладают определенными ну так скажем привилегиями в этой сфере они могут не заключить не проводить конкурсы заключает с конкретным поставщиком договор то наши коллеги дмитрий сухарев екатерина сухарева они как раз нашли подобные нарушения и подготовили доклад с конкретными рекомендациями что стоит изменить законодательстве чтобы не допускать подобных нарушений то есть мы находим коррупционные риски показываем да и рекомендуем власти учитывать это при принятии решений а насколько вас слышат и вот у меня был вопрос в связи с тем что вы упомянули региональное отделение у вас есть ощущение что на региональном уровне проще бороться и выявлять чем на центральном поскольку на центральном но очевидно что замешаны большие имена большие деньги а на региональном вроде бы так мелкого может быть мелкого пошиба чиновников легче выявить и потом их легче власти наказать да я бы я бы сказала именно так что на региональном уровне гораздо больше возможностей изменить ситуацию здесь конечно могут быть разные интересы задействованы но вот в том числе наверное и у гражданского общества появляются такие инструменты влияния пока что на региональном и на муниципальном уровне кстати вот что касается муниципалитетов здесь тоже есть интересные примеры в санкт-петербурге у нас есть целая команда стажеров обычные люди свободное от работы время посвящают там буквально час своего свободного времени тому чтобы изучать портал государственных и муниципальных закупок поскольку все эти данные открыты любой человек если он в руках имеет инструкцию понятную он в состоянии найти нарушения например такие нарушения были выявлены в санкт-петербурге в одном из муниципалитетов когда жители стали проверять качество так скажем высаженных деревьев на то есть озеленеют двор можно купить деревья одной толщины а можно другой толщины и суммы абсолютно разные когда сравнили с тем что в документах оказалось что толщина стволов в два раза меньше значит стоят они меньше а по документам все проходило как нормальные качественные саженцы и это выявили жители они обратились прокуратуру после этого была закупка признана незаконной поэтому вот такие инструменты тоже есть ален а целевая аудитория ваших расследований это кто это скорее гражданское общество которому вы рассказываете о том что происходит или это все-таки те кто могут какие-то меры действенные будем надеяться предпринять в отношении коррупционера конечно нам бы хотелось в нашем идеальном понимании да чтобы это были не только вот так скажем громкие расследования которые привлекут на короткое время внимание а потом ничего не изменится и все продолжится поэтому мы работаем не только с жителями это конечно наша основная целевая аудитория и мы хотели бы как можно более широкий круг вовлекать людей до тех тех самых для кого собственно и делаются все эти для кого все государство устроено то есть это же по сути все для нас но в то же самое время мы хотим вести диалог с властью может быть это не всегда так получается как мы задумываем но по крайней мере вот даже сейчас в рамках пример оценки исполнения россии обязательства в связи с членством в грека организации группы государств против коррупции мы показываем что пока не сделано и что нужно сделать потому что рекомендации грека вот сейчас в текущем раунде проверки мониторинга исполнения обязательств россии практически ничего не выполнено на сто процентов то есть либо удовлетворительно либо не удовлетворительно либо вообще не выполнено поэтому в общем то нам конечно хотелось чтобы власть нас слышала и мы стараемся результатами нашего расследования делать еще и конкретные рекомендации что менять в законодательстве что что нужно улучшить ну вот проследованиями если вот завершить эту тему есть что-то какой-то один кейс или несколько которыми вы особенно гордитесь ну я не могу сейчас сказать вот с точки зрения именно изменения законодательства да пожалуй единственный такой пример и которым мы действительно гордимся я могу его привести как такой эффективный да это во время обсуждения нашей реформы полиции в 2010 году когда был представлен текст закона законопроекта полиции каждый мог предложить изменения в него и мы сделали такой проект совместно с молодежно-правозащитным движением пять простых поправок в законополиции и одним из предложений было как раз предложение сделать обязательно ношение бейджа для полицейских поскольку этот опыт который мы как раз подсмотрели в америке и до этого полицейские были анонимными а то есть никто не мог определить кто перед ним стоит поэтому мы как раз предложили ввести такие бейджи и это было принято и стало сейчас законом то есть сейчас ношение таких бейджов бейджей обязательно вот это можно сказать такой действенный а вот интересно это может быть это не вашей компетенции находится но вот сейчас разговор идет о разгвардии о том что когда такие бейджи распространить эту практику есть какие-то вот подвижки в этом смысле как в плане подвижек пока я не слышала но я очень надеюсь что это тоже станет обязательным и для сотрудников росгвардии поскольку у них достаточно широкие полномочия несмотря на то что они не входят систему внутренних дел но в общем то по сути все то что они имеют право делать в отношении граждан но очень близко к тому что делают полицейские и конечно здесь анонимность она тоже в общем-то содействует и повышает возможность для злоупотребления с их стороны было бы очень здорово но пока у меня нет информации что это действительно станет реальностью вот сейчас вы упомянули о молодежных инициативах тоже мне хотелось бы здесь продвинуться в сторону молодежи тему молодежь и коррупция то есть молодежь против коррупции как мы будем надеяться наверное я знаю что вы занимаетесь проектами антикоррупционного образования я опять же хотела вернуться процитировать одно исследование вернувшись к собственно говоря расследованием которое делает в быка и навальный ну просто потому что о них всегда говорят и много знают и они хорошо в социальных сетях представлены ну и вот недавний отчет центра независимых социальных исследований сказал что российская молодежь вообще борьбе с коррупцией относится скептически и что все знают о навальном и фбк но отношение опять же к навальному фбк в целом осторожно скептическая я хотела бы перекинуть этот мостик и вообще спросить у вас насколько вот это вот ощущение того что люди принимают коррупцию как неизбежное зло мешает или может быть подстегивает наоборот ваше желание проводить вот именно и вообще создавать это эти проекты по антикоррупционному образованию я могу сказать что вся практически деятельность в рамках вот этого антикоррупционного образования она является деятельностью направлен на борьбу со стереотипами как правило любое свое занятие я начинаю с того что вот есть пять самых распространенных задлуждения коррупции давайте попробуем разобраться так это или не так во первых люди очень часто сводят в том числе молодежь всю коррупцию взяточничеству а сейчас по сути это очень редкое явление когда друг другу просто передают деньги да это слишком стало рискованно и конечно никто не будет такие риски на себя принимать поэтому я стараюсь объяснить какие есть еще варианты да потому что чтобы поймать преступника нужно думать как преступник и поэтому мы разбираем какие-то схемы имеющиеся то есть вы их учите думать да по сути как коррупционеры но дальше следующий этап это очень распространенное заблуждение что коррупция полезна что эта смазка которая нужна для плохо работающего бюрократического механизма он такой медленный значит чтобы это все ускорить вот нужны определенные платежи и тогда мы разбираемся в последствиях коррупции потому что конечно для молодежи очень сложно часто для молодых людей сложно представить к чему приводят те или иные коррупционные сделки им кажется что может быть это только взаимоотношения двух конкретных людей чиновника и бизнесмена но мы стараемся анализировать этот в таком стратегическом плане и я показываю что это в общем то влияет на всю экономику данный экономическое развитие это ставит людей в неравное положение это приводит очень часто к угрозам в плане личной безопасности государственной безопасности так как случай например в домоделого когда 2003 году за сумму примерно 20 долларов две террористки смертницы принесли на борт самолета все что нужно для того чтобы взрывное устройство собрать и в итоге 89 человек погибло поэтому вот это наш лозунг коррупции убивает которую мы используем часто в антикоррупционном просвещении это не пустые слова да то есть это конкретные угрозы которые которым приводят к распространению которых приводит коррупция на таких конкретных примеров примерах я стараюсь показать последствия коррупции и влияние коррупции на жизнь каждого человека это тоже очень распространенная практика когда мы видим объявление оформлю санкнижку да продам санкнижку и вот с такой липовой санитарной книжкой человек устраивается в школу в университетскую столовую заражает гепатитом а порядка 300 человек то есть абсолютно тоже реальный случай очень много или или другой очень показательный пример вся мазера организуется лагерь летний лагерь и во время шторма 7 детей гибнут а причиной стало что в общем-то та организация которая все это организовывала у нее были задолженности по 99 контрактам это была доступна информация каждому да то есть при во время конкурсных процедур вообще-то можно было элементарно открыть этот реестр недобросовестных поставщиков увидеть эту информацию и вряд ли компания с такой репутации могла получить какой-либо контракт да и какие-либо государственные средства поэтому вот здесь я стараюсь работать с тем чтобы он таких практических примерах объяснять что мы имеем какие ресурсы какие базы данных как с ними работать и как это собственно может повлиять на развитие общества но вот когда вы приводите эти примеры и они ведь на поверхности и они что называется среди нас у вас есть ощущение что все-таки вы встречаете ответ или может быть какую-то реакцию о том что раз коррупция везде значит она не истребима да такая реакция очень часто бывает я даже сказала что она более распространена такая реакция среди учителей потому что вот одна из самых сложных категорий с кем с кем я работаю и потому что это люди которые собственные должны объяснять вред коррупции но очень часто они убеждены что сделать ничего невозможно и здесь на помощь приходит самые разные технологии современные до которые имеются те же самые базы данных которых как правило учителя мало что знаю давно в силу того что просто и иногда это не связано совершенно никак с исполнением их основных обязанностей и рассказывая о том что все-таки возможно в том числе наших расследованиях которые становятся возможным благодаря новым технологиям если мы знаем что есть например реестр недвижимости в этом реестром две недвижимости мы можем найти конкретные имена конкретные фамилии и подтверждение владения определенным имуществом либо это данные из декларации о доходах да и мы сравниваем например декларация доходов которые подают люди во время того как они баллотируются и уже в то время когда они стали заняли определенную должность а там разница оказывается несколько миллионов рублей и в общем то опять же через такие инструменты и через объяснение того что хотя бы на региональном или на муниципальном уровне что-то меняется и появляются возможности для влияния это меняет все таки отношение учителей я бы сказала что учителям часто не хватает какого-то вдохновения и каких-то действительно ярких позитивных примеров потому что очень часто тема коррупции как только она затрагивается люди полны пессимизма им кажется что действительно абсолютно ничего невозможно сделать и очень печально что вот исследование которое вы упомянули до проведенная центром независимых социологических исследований она показывает что и среди молодых людей там были фокус-группы да и это 20 20 летние молодые люди которые убеждены что от них ничего не зависит но вот я считаю что как раз одна из задач антикоррупционного просвещения показать что все может зависеть от каждого и что система на самом деле не такая всесильная что ее может в общем то победить человек грамотный человек но при этом вот на пути антикоррупционного просвещения есть и препятствия я знаю я просто хочу у вас узнать насколько вообще вам просто продвигать эту инициативу но вот вы же не можете просто появиться в школе и начать читать лекции по антикоррупции вам нужно пройти определенный путь и я уверена бюрократический тоже для того чтобы оказаться на этом месте расскажите как вам работает в этой сфере на самом деле я могу сказать что все гораздо проще чем кажется если мы будем говорить о ситуации санкт-петербурге да где живу и где я основные про их провожу свои эти коррупционные уроки вообще-то есть система обязательного антикоррупционного просвещения и даже в каждой школе есть учитель отвечающий за антикоррупционные уроки как это случилось это случилось поскольку да у нас все таки очень большие были изменения в антикоррупционном законодательстве да с того момента как дмитрий медведев стал 2008 году президентом и инициировал проведение антикоррупционной реформы было это связано в том числе с присоединением россии к конвенции оон против коррупции в 2006 году и вот с этого момента очень многое стало меняться в том числе подход к антикоррупционной стратегии которые стратегии просто войны да когда мы находим конкретного человека обвиняем его в коррупции привлекаем к ответственности и прощаемся с ним на какой-то государственной должности мы стали переходить к системной стратегии борьбы с причинами коррупции то есть к созданию такой ситуации когда в принципе не выгодно становится нарушать и здесь как раз появилась необходимость вводить какие-то элементы антикоррупционного образования и вот как раз модель существующая в санкт-петербурге она полностью опирается на имеющуюся антикоррупционную стратегию за стратегию против коррупции в которой предусмотрено формирование негативного отношения к коррупции ну к сожалению эта деятельность часто является формальной да то есть если люди обязаны подготовить какой-то план и потом сделать какой-то отчет они конечно это делают но это не значит что в реальности что-то меняется однако есть достаточно много учителей которые заинтересованы в качественных уроках в том чтобы действительно привлекать тех кто может объяснить что-то про коррупцию и про антикоррупцию если у них у самих нет этих знаний то вот очень часто они обращаются ко мне у нас проводится регулярно антикоррупционные мероприятия это различные конференции вот совсем недавно санкт-петербурге прошла сначала конференция которую мы организовали совместно с центром независимых социологических исследований и буквально через несколько дней конференции организованная при участии академии постеполомного образования и комитета по образованию санкт-петербурга где были представители порядка трехсот школ вот собственно им я и рассказывала про тот опыт который у нас есть про методические пособия которые разработаны и очень многие обращаются и просят провести у них такие уроки поэтому я не могу сказать что я сталкиваюсь какими-то сложностями скорее главная сложность в том что я не могу охватить все школы санкт-петербурга приходится выбирать что-то подстраиваясь под расписание но вот на фоне такой популярности я знаю что звучали высказывания о том что лучше патриотизм воспитывать чем антикоррупционные настроения в среде молодежи расскажите про вот этот сюжет да действительно не не скажу точно как когда это произошло это было какое-то время назад больше года назад сенатор мизулина действительно высказалась в таком ключе что антикоррупционное образование может быть опасно и что это не патриотично потому что вроде как вы мы рассказываем про подаем информацию в таком негативном ключе я правда не вижу здесь ничего не патриотичного мне как раз кажется что не патриотично закрывать глаза на имеющиеся проблемы мы-то как раз воспитываем и в том числе молодых людей которые действительно захотят что-то изменить и сделать россию лучше разве это не патриотизм на мой взгляд это как раз самое патриотичное желание когда ты действительно показываешь проблему но в то же время предлагаешь как решать эту проблему да и сейчас даже в среде бизнеса хотя в общем долгое время там было неприлично говорить о коррупции коррупционные платежи списывались в расходы согласно официальным декларациям указывались иные расходы до дополнительные расходы и суммы там доходили до нескольких миллионов долларов в год поэтому буквально вот такая системная борьба с коррупционными нарушениями в бизнесе она началась около 15 лет назад и действительно стали появляться и на международном уровне до соответствующие соглашения поскольку коррупция имеет такой трансграничный характер очень быстро распространяется опасность ее стали осознавать и разрабатывать какие-то механизмы против коррупции но сейчас бизнес просто понимает часто и считают свои расходы и доходы да и понимает что действительно создавать такую атмос на такую атмосферу и обстановку в которой нарушать невыгодно это самый лучший путь да для того чтобы избежать дополнительных расходов вот например мы проводили такое исследование сколько коррупции в литре молока и выяснилось что порядка 15-20 процентов стоимости закладывается просто на коррупционные издержки мы опрашивали представителей производителей молочной продукции в подмосковье и в общем они называли вот такую цифру в некоторых сферах она еще больше да поэтому это опять же за эту коррупцию расплачивается каждый из нас буквально вот рублем находясь магазине и приобретая товары по завышенной цене часто но вот если говорить вы заговорили об антикоррупционных инициативах на высоком уровне если попытаться оценить то насколько вот этот посыл данный сверху работает и доходит до не хочу сказать до низов ну вообще вот работу доходит до рабочих уровней где вот реально борьба с коррупцией необходимо и вот все эти антикоррупционные инициативы должны работать потому что одно дело естественно лозунги а другое дело работа вот что вы видите за эти годы из из вашего опыта как это как это доходит быстро и долго ли опять же по моим ощущениям я не могу сказать у нас нет таких системных исследований на самом деле даже как измерить уровень коррупции в определенных сферах да и что изменилось в общем это очень обидно и конечно нужно нам работать в этом направлении и больше проводить такие системные исследования мы сейчас не можем даже сравнить уровень коррупции на региональном уровне да потому что у нас распространенность коррупции на региональном уровне у нас много регионов и чем они отличаются по сути вот такое большое исследование бытовой коррупции в разных регионах последний раз было в 2012 году фонд ндм его проводил и с тех пор у нас в общем то ничего нет но по моим ощущениям вот вот уровень бытовой коррупции он существенно снизился примерно за последние 10 лет сейчас если мы говорим о ситуации с доступом к местам в детских садах например это была очень распространенная проблема очень часто люди вынуждены были прибегать к таким коррупционным соглашениям просто потому что они без этого не могли устроить ребенка в садик я хочу сказать что эта практика стала намного менее распространенной я не могу сказать что ее изжили целиком но по большому счету во первых стали строить детские сады да и сейчас конечно это уже редкость то есть среди своих знакомых да и практически не слышу такую информацию не получают них информацию о том что в общем и устраивали ребенка в садик и за это приходилось платить ситуация с учебниками в школах это тоже была достаточно проблемной это была не совсем коррупция но так скажем родители вынуждали закупать учебники на свои деньги в то же время из бюджета выделяются на эти деньги на эти расходы на эти траты деньги и сейчас такого нет я как вот мама шестиклассницы могу сказать что абсолютно все в школе то есть все вот эти вот учебники учебные пособия они предоставляются и никаких дополнительных расходов не нужно что касается сборов так называемых поборов в школе да это тоже была очень большая проблема и что пытались сделать вот через такую разъяснительную работу фактически мотивировать учителей отказываться от каких-либо взносов да которые часто делают родительские комитеты у родительского комитета есть такое право но во всяком случае учителя сейчас абсолютно ничего не просят у родителей точно также в детских садах именно из-за того что есть достаточно серьезный контроль со стороны правоохранительных органов поэтому мне кажется что эффект достаточно большой а что вы наблюдаете в самих правоохранительных органов потому что в какой-то момент говорили о том что силовики это самое самое мощное но в то же время самая коррумпированная такая прослойка российского общества у вас есть на этот счет какие-то исследования какие-то заключения опять же вот конкретных исследований нет но я могу отметить что во первых сейчас очень эффективно работает антимонопольные органы у нас достаточно много примеров когда мои коллеги проводящие расследования они находят нарушения при закупках во время закупок да то есть это вот все те же излюбленные закупки у одного поставщика да это завышение цены при в момент заключения контракта в момент формирования конкурсной документации и в общем то надо сказать что вся та информация которая поступает в антимонопольные органы она очень тщательно проверяется и достаточно много случаев когда такие сделки признаются незаконными такие закупки аннулируются именно в результате вот предоставленной информации и проведенной проверки также мы взаимодействуем достаточно активно с прокуратурой есть конечно мнение что иногда прокуратура разные силовые органы они используют коррупционные такие случаи для того чтобы так скажем устраивать разборки друг с другом убирать неудобных то есть это вполне возможные возможная ситуация и и не исключаю да если мы говорим о громких отставках там высокопоставленных чиновников то в общем тут каждый случай требует отдельного разбирательства что действительно было причиной да не является ли это борьбой за ресурсы но вот если говорить о работе таких рядовых сотрудников прокуратуры то очень часто они может быть даже в погоне за определенными за определенной результативностью да потому что у них есть кпи и в эти кпи и входит раскрытие в том числе коррупционных нарушений да и у нас сейчас по ряду статьи есть вот прямо рост существенное выявление коррупционных нарушений ну в общем то это работает то есть это в то же время позволяет мотивировать те же компании внедрять комплайенс на внедрять специальные процедуры для того чтобы предотвращать коррупцию потому что привлечение к ответственности происходит достаточно часто но вот смотрите если говорить об уровне восприятия тогда получается что вы достаточно много этих успешных историй приводите вы человек который следит за эволюцией этого борьбы с коррупцией фактически но при этом согласно вот многим исследованиям люди по-прежнему остаются очень ну вот пессимистично настроены в том что касается борьбы с коррупцией в том что касается успеха в этом в том что касается их собственной роли в противостоянии коррупции как вы объясняете это противоречие есть ли в этом противоречие да в этом есть большое противоречие но на самом деле часто так получается что люди под так скажем грузом тех проблем которые у них имеются они не вникают глубоко в эту проблему и например виде каждый день объявления каких-то вот очередного чиновника задержали с огромной суммой да это воспринимается как такая рутина и показатель того что ничего не меняется потому что в общем такой эффект он есть он достаточно часто наблюдается в такой правовой сфере например международном праве международное право имеет очень много эффективных инструментов но про них мало кто знает зато как только какая-то страна не исполняет свои обязательства так сразу все начинают поднять что международное право не работает и вообще его но совершенно не нужно да и вообще это не право по большому счету потому что нет вот каких-то действенных санкций а все основано на согласии но в общем то я хочу сказать что наверное самый эффективный инструмент это как раз вот это самое согласие когда общество придет к пониманию того насколько опасна коррупция и что нужно внедрять эти инструменты именно поэтому для того чтобы избежать вот этих вот рисков и здесь и мы не можем говорить что само отношение людей так вот этот пессимизм который имеется что он напрямую связан и зависит от результативности этих каких-то антикоррупционных мер сейчас это связано просто с неинформированностью я это наблюдаю практически каждый раз когда прихожу в аудиторию если мы обсуждаем эту тему с молодыми людьми с учителями иногда с представителями компаний да с вот с профессионалами они не имеют никакого представления о том что на самом деле уже есть просто вот основывая свои убеждения на каких-то вот таких вот бытовых представлениях это абсолютно нормально я в этом не вижу никакой проблемы здесь как раз нужно нам больше работать на то чтобы показывать все-таки результаты опять же если мы сравниваем да вот алексей навальный transparent international мне кажется еще не в одной школе куда бы я пришла когда я спросила про transparency international никто не сказал мне что они слышали про нас да то есть здесь у нас наверное тоже есть проблема в популяризации на того что мы делаем вот поэтому а тогда вот вопрос если говорить о вашей работе с молодежью вы говорите уже вы упомянули об открытых источниках о том что информация добывается в общем при определенном знании легко оттуда мы знаем что вот фбк он собственно говоря пользуется открытыми источниками это просто происходит такая агрегация информации потом ее обработка вы когда образовываете людей на в том что касается антикоррупционных разных инициатив вы им говорите что нужно просто внимательнее работать с информацией вы говорите им самим идти копать выкапывать идти куда-то или какие вы им предлагаете механизм именно так то есть наверное это сейчас единственный работающий механизм именно использование открытых источников мы даже такой предложили формат после того как неизвестное расследование panama papers прогремела в общем-то по всему миру и там журналисты из 70 стран были включены и нашли в офшорных юрисдикциях компании очень многих высокопоставленных лиц да в том числе вот премьер-министр исландии ушел в отставку руководитель комитета по этике фифа да еще достаточно много было таких вот случаев показательных и в общем то не только отставки это привело к изменению существенному системы раскрытия информации о конечных до бенефициарных собственных компаний и сейчас опять же тренд по всему миру и фактически эти ашурные юрисдикции они уже становятся не такими выгодными поэтому здесь действительно работа вот с этими источниками объяснение того как их использовать наверное самое эффективное средство мы тоже своих и расследованиях и исследованиях очень часто опираемся на открытые источники например очень рекомендую посмотреть результаты касающиеся анализа того кто и как и что лоббирует государственной думе она же лоббизм официально запрещен да у нас нет законодательства лоббизме и это приводит к тому что все равно так или иначе используются эти ресурсы да и депутаты добиваются определенных решений кто-то более успешно тут и менее успешно наши коллеги из команды из барнаула transparency international они провели детальное такое исследование и показали эти взаимосвязи и какие представители каких партий на какой бизнес влияют но вот вы же международная организация фактически мы часть международного движения мы российская некоммерческая организация да она то есть автономная некоммерческая организация но мы являемся также частью международного движения transparency international вот я хотела просто спросить это технически наверное вопрос вам вашей международностью не тычут в лицо при попытках какие-то может быть препятствия создать вашей деятельности каждый раз популярность конечно каждый раз нам говорят о том вообще а чьи вы интересы продвигаете мы говорим что мы поскольку российская организация мы конечно продвигаем интересы российских граждан потому что именно налогоплательщики формируют всю доходную базу практически большую часть доходной части бюджета и конечно российские налогоплательщики должны понимать каким образом контролировать это расходование бюджета да иметь возможности влиять на это пока что уровень такого влияния у нас минимальный поэтому да наша международность она конечно иногда иногда играет против нас я имею ввиду что в определенных аудиториях это может служить таким негативным брендом тем более что мы являемся мы внесены в реестр н кого выполняющих функции иностранного агента да но опять же с точки зрения практической деятельности конечно нам приходится чаще отчитываются у нас есть большая вероятность внеплановых проверок да мы должны на каждой продукции которую мы выпускаем на всех материалах указывать то что мы внесены в реестр н кого выполняющих функции иностранного агента мы это все делаем мы выполняем требования закона поэтому в остальном я не чувствую какой-то ущемленности в связи с этим статусом то есть по сути это не влияет на наши возможности да я бы сказал что сейчас таких возможностей стало больше даже есть фандрайзинговые компании да которые раньше нам и не снились такие успешные фандрайзинговые компании одну из них нам пришлось организовать в связи с необходимостью выплатить штраф поскольку это было связано с расследованием в отношении ректора горного университета и информация использовалась вся из открытых источников но значит страна литвиненко обвинилась обвинилась в деформации расследование проводила совместно с деловым петербургом и изначально он хотел чтобы ему выплатили компенсацию 65 миллионов рублей мне кажется еще в истории российской юриспруденции не было настолько высоких компенсаций но в итоге по согласно решению апелляционной инстанции это было только сумма порядка 15 тысяч долларов сейчас в рублях точно не помню и мы как раз для того чтобы выплатить такой большой штраф провели фандрайзинговую компанию буквально за неделю люди поддержали нас и эти деньги были выплачены поэтому определенные сложности конечно есть но мы как-то стараемся их преодолевать поскольку знаем зачем мы это делаем и считаем что эти цели полностью совпадают даже с теми целями которые обозначены в стратегии официальной стратегии российской федерации вот это вот интересный наверное парадоксальная часть и момент потому что существует определенный антагонизм да вот из того что мы слышим о вашей деятельности и ну в общем официального того легального облака которая создается вокруг вашей деятельности с другой стороны это часть стратегии а к вам никогда не обращались но может быть на официальном уровне с предложениями как-то объединить усилия поскольку это вот уже такое большое святое общее дело борьба с коррупцией почему не обращались к нам обращаются поскольку нас приглашают очень часто и на мероприятия которые организуют органы государственной власти мы выступаем там в качестве экспертов всегда с удовольствием вдвоем даем экспертное заключение рассказываем о нашем опыте и в общем этот опыт многим интересен опять же все те команды да которые у нас работают и по расследованиям также это может быть интересно и бизнесу да поскольку вот система проверки благонадежных контрагентов так или иначе она сейчас востребована да все ее внедряют и здесь мы тоже с удовольствием рассказываем об этом и делимся поэтому в общем я могу сказать что это достаточно востребованно то есть эти наработки которые у нас имеются мы это не только сами для себя делаем то есть получается что есть определенный спрос уже на это знание поскольку она достаточно узкая специфическая не так много людей которые вообще могут в этой сфере что-то порекомендовать вот коль мы с вами затронули такие психологические да эффекты коррупционных разных дел обсуждения их я хотела бы просто обратиться к недавнему случаю потому что он достаточно громкий это заявление и разочарованность главы российского государства тем что происходит на космодроме восточный и было это было широко опубликовано это был наверное но я не знаю какой-то крик души может быть владимира путина который сказал ну я вот не дословно цитирую но в общем передаю общую как бы общую фразу но вот сказано же было не воровать а вот воруют и воруют все время почему вернее вернее даже не почему а считаете ли вы что вот такая неуспешность да на высоком уровне попыток борьбы с коррупцией но уже если президент ничего сделать не может у которого вообще все на ручном управлении находится восприятие людей то и бороться с этим насколько это демотивирует людей в понимании необходимости и возможности борьбы с коррупцией вот как это безусловно демотивирует да но я бы хотела здесь обратить внимание как раз вот если мы говорим о разных стратегиях борьбы с коррупцией да даже не борьбы мы предпочитаем слово противодействие коррупции да или даже сейчас чтобы это не было в кому-то негативном ключе мы говорим о том что мы за прозрачность мы за подотчетность мы за открытость до органов власти которую мы хотим увеличивать то есть вот мы всегда стараемся такими позитивными лозунгами оперировать и конечно это не может не демотивировать но я хочу сказать что любые репрессивные меры они дают только кратковременный эффект то есть если мы стараемся ориентироваться на такую вот стратегию войны да то мы говорим о том что на определенном этапе мы достигнем определенных результатов да как было в китае в общем-то в 50-60-е годы они были действительно очень успешны поскольку мы ввели в том числе смертную казнь за коррупцию очень часто люди в своих так скажем обыденных разговорах о коррупции призывают вводить такие вот чрезвычайные меры да поскольку якобы другими способами и невозможно победить но проблема в том что на место ли от них чиновников всегда приходят другие чиновники да или другие бизнесмены руководители компаний которые идут на незаконные сделки поэтому здесь то как раз дело в том чтобы формировать другое отношение для понимания и здесь обязательно должно работать еще антикоррупционное просвещение и они должны работать конечно в связке если мы видим не ситуацию когда люди такого уровня да не привлекаются к ответственности не получают наказание продолжают да или получают какие-то новые должности в может быть другом органе власти конечно это демотивирует но в то же время я хочу сказать что это не должно обесценивать всю эту деятельность которая проводится в том числе деятельность касающейся формирования негативных отношений негативных установок по отношению коррупции поскольку это вот как хосе угас который был прокурором в перу и там был очень интересный кейс да с руководителем государства который в общем-то бывает пожизненное наказание именно за коррупционные нарушения хосе угас был тем самым прокурором который в результаты этого расследования представил да и по результатам которого собственно и было инициировано уголовное преследование он сказал что когда он начинал борьбу с коррупцией ему было 16 когда он увидел первые результаты ему было около 40 поэтому если вы хотите заниматься противодействием коррупции вы должны иметь терпение вот это терпение как тут нужно им запастись и все-таки результаты эти они так или иначе наступят но опять же и только если будет системная работа по формированию вот этих самых негативных остановок в отношении коррупции и да шаг за шагом все-таки определенные позитивные изменения они в общем то есть вот это был мой последний вопрос я хотела спросить займет ли это поколение и поколение или все-таки в жизни одного поколения возможно увидеть как вы вот этот пример привели ощутимые результаты ну и я бы тут я бы не исключала даже что ощутимые результаты мы увидим и в течение одного поколения поскольку технологии сейчас развиваются очень быстро и вот к примеру блокчейн до внедрение блокчейна позволит избежать ситуации когда можно подделать какую-то транзакцию да то есть когда можно подделать финансовые документы фактически в цепочке можно отследить все действия которые происходили да и я думаю что внедрение таких технологий появление новых технологий как раз может привести к существенному уменьшению до вот этого поля возможности для коррупционеров я на это очень надеюсь да мне бы очень хотелось что технологии развивались именно в таком ключе поскольку работа с массивами больших данных она и позволяет увидеть вот один из примеров да как например это кстати были в америке как можно отследить незаконные действия сотрудников правоохранительных органов как то так получилось что в одном определенном месте брали штраф за незаконную парковку и оказалось что уже не было такого нарушения то есть что законодательство изменилось в одном конкретном районе продолжали усиленно выписывать штрафы за вот это нарушение было это как раз в силу коррупционных злоупотреблений со стороны конкретного сотрудника правоохранительных органов и обнаружили это через анализ этого массива больших данных который показал какое-то экстремальное количество подобного народа нарушений нарушений которые были там выявлен поэтому вот я думаю что будущее забудны за новыми технологиями во первых и во вторых за новым за новым поколением да которые все таки ну наверное в чем-то лучше чем наше поколение поколение наших родителей и в общем я верю в то что эти позитивные изменения невозможно спасибо вам большое за оптимизм за интересную дискуссию я хочу вам пожелать большой удачи в вашей работе интересной временами опасной как мы вот уже выяснили но очень важный и я надеюсь что у вас будут достижения в этой области которых вы нам еще сможете рассказать в ближайшем будущем спасибо большое